И к другим темам. Сегодня в Бишкеке стартует саммит шанхайской организации сотрудничества в столицу Кыргызстана. Съезжаются главы государств Индии, Казахстана, Китая, Пакистана и других. В составе российской делегации работает Алексей Текслер. Он презентует потенциал Южного Урала президентом стран-участниц. Что международное сотрудничество принесет Челябинской области? В репортаже Маргарита Хижняк. На этом современном станке фрезеруют будущую задвижку для нефтяной трубы. Изделие должно быть качественным и крепким. Придется выдерживать нагрузки в высочайшем давлении. Леткие детали выпускают на Челябинском заводе. Производство молодое, но амбициозное. За пять лет работы открыли три цеха. Продукцию поставляют ведущим нефтегазовым фирмам России и Казахстана. Цель – выйти на экспорт и в другие страны. Мы бы хотели, конечно, выйти на рынок Узбекистана. Саммиты ШОС и БРИКС будут способствовать сплочению стран. Мы бы хотели, чтобы уровень экспорта повысился в Казахстан, в Узбекистан. Для нашего предприятия, я думаю, что этого будет достаточно. Промышленный потенциал Южного Урала в Бишкеке представит глава Челябинской области Алексей Текслер. Там сегодня стартует саммит шанхайской организации сотрудничества. В столице Кыргызстана прибывают президенты стран ШОС. Прямо утрапа их встречают национальным блюдом – баурсаками с медом. Доброго пожалода, господин президент. В следующем году саммиты ШОС и БРИКС принимать в Челябинску. Поэтому присутствие в Бишкеке – огромный опыт. Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – не просто дружественные страны. Это важные стратегические партнеры для области. Наращивание сотрудничества с ними поможет местным производителям увеличивать экспорт, а культурным центрам народов сохранить традиции. Все-таки казахский народ очень любит. Велюр любит, плюш любит. Раньше плюш был, сейчас велюр, сейчас атлас, разные стразочки. Юлит Байбулетова руководит Казахским народным центром. На свои деньги покупает национальные костюмы для выступлений диаспоры. Уверяет, яркими нарядами легче всего привлечь внимание зрителей и познакомить с культурой степного народа. С этими одеждами мы приучаем к традициям, к обычаям, что носили, какой покрой. Впрочем, встречают подушки, провожают по уму, говорит Юлит Байбулетова. И жалуются, что за нехваткой казахских народных центров на Южном Урале может исчезнуть сам язык и предстоящие саммиты – возможность привлечь внимание к проблеме. К каждой семье желательно бы, чтобы было у нас книги были бы на казахском языке. Те же русские народные сказки на казахском языке. Потому что там, глядя, допустим, волк, каскар, они догадывались бы, что это волк. Остаться жить в Челябинске и развивать свою культуру здесь хочет и студентка Зоя. Девушка приехала на Южный Урал из Китая в прошлом году. Учится на филолога, увлекается кулинарией. Южный Урал настолько впечатлил китаянку, что она решила остаться. И практически выучила русский язык, чтобы устроиться переводчиком. Я в Урале в Сиамске уже год. Я думала, что я, кстати, конечно, далеко от моих родителей. Я не люблю здесь. Но сейчас очень-очень люблю здесь. Потому что здесь есть мои хорошие, мои любимые преподаватели. Мои хорошие, мои любимые друзья. Я думала, что мы все-таки в Урале здесь. Культурный обмен регионов стран ШОС, свободное передвижение товаров, взаимодействие в области науки. Этим точкам соприкосновения на саммите в Бишкеке уделят особое внимание. Для Челябинской области такие переговоры – это возможность привлечь инвестиции, а в конечном счете повысить качество жизни людей. Маргарита Хижняк, Георгий Красенков, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова